Ребята, всем привет! Наконец-то мы поиграем с долгожданным Томиком вторым. Как же хорошо, что Том наш уже проснулся. Давай, вставай скорее с кроватки и пойдем с тобой на задний двор. Хотя ладно, давай по-быстренькому сбегаешь в туалет и айда играть в снежки. Я думаю, Том своим глазам не поверит, ведь у него, представляете, выпал первый снег. Наконец-то и к нашему Тому пришла зима. Эу, ну ты что, не рад что ли? Вау, и посмотрите, у нашего Томика зеленые карты со снежинкой. Отправляемся в полет. Вдруг у Тома появился новый ледяной остров. Но нет, ребята, ледяного острова нет, но зато есть снежный воздушный шарик. И еще этот шарик оказывается еще и с фризами. Посмотрим, что же в этой коробочке. Отлично, два продукта, 10 золотых монеток, 25 звездочек и, наконец-то, главная карта. Вау, рождественские очки с елочками. Какая красотища. Вы только посмотрите, у нашего Томика появилась зимняя одежда. Зимний костюмчик с шапкой. И рождественские очки, которые Тому очень понравились. Давайте посмотрим, сколько же стоит новый зимний наряд. Нужно будет Томика порадовать новой покупкой. Ну ничего себе, какой же он классный, этот зеленый костюм эльфа. Только жаль, слишком дорогой. И у нас, к сожалению, не хватает звездочек для его покупки. Но ничего, наденем Тому зеленый наряд разбойника. И, конечно же, снимем маску супергероя. Ведь она к этому образу совершенно не подходит. Ребята, а вы своему Томику купили уже новый костюмчик эльфа? Если да, напишите циферку 1. Ну а если пока еще нет, пишите цифру 2. Ну а сейчас нашему Тому нужно подкрепиться. Кстати, ребята, вы обратили внимание, какой бипполосатый? Это все из-за рождественских пряников. Он их съел, пока наш Том спал. И Томику остался всего лишь один рождественский пряник-человечек. А может быть, эти пряники продаются в магазине? Давайте проверим. Ведь нужно же нашему Томику придумать какое-нибудь новогоднее меню. Но только вот беда, что-то я зимних продуктов совершенно не вижу. А может, эти продукты нужно выигрывать? Да, наверное, так и есть. Ну ладно, Том, не вздыхай так. Давай-ка мы с тобой еще проверим конвертик. Здорово, 10 золотых монеток. Еще плюс 10 звездочек. Жаль, конечно, что маловато. И еще со скидкой зелье бодрости. Классные все-таки Тому попались сегодня подарки. Только вот Том снова чем-то недоволен. А, кажется, я поняла, в чем дело. Он просто заскучал. И с ним нужно поиграть. Давайте разрешим ему попрыгать на батуте. Как же круто у него получается кувыркаться. Эу, Том, только ты не высовывай язык во время прыжка. А то вдруг невзначай прикусишь. Будет очень больно. Так что, ребята, за Томом лучше не повторять. Ой, и кстати, что-то мы Тома забыли привести в порядок. Нужно будет его искупать. Похоже, что наш Том накувыркался. Настоящий акробат. Ну все, Том, хватит веселиться. Тем более у нас сейчас намечается важное событие. Оказывается, у нашего Томика сегодня день рождения. И как обычно, ему положим тортик. И я думаю, еще один какой-нибудь подарок. Отлично, тысячу токенов для полезов и еще мега набор. Десять тысяч дополнительных жетончиков, тысячу золотых монеток и четыреста звездочек. Вот это крутизна. Фу, Том, ну что ты постоянно сосешь палец? Ты же ведь не маленький. Пойдем-ка лучше тратить билеты. У нашего Тома вместо самолета летающий сладкий пирс. Я вас удивляюсь, как он его еще не съел. Ведь перед такой вкуснятиной сложно устоять. Так, ну а мы покружимся возле воздушного шарика и заберем коробочку с призами. Кстати, нам с вами еще предоставили столько работы. Нужно Тома подготовить к Новому году, поменять интерьер, купить ему зимнюю одежду и заполучить зимние продукты. А вот, кстати, и пряничные человечки. А ваш Томик уже успел попробовать такой пряничек? Если да, напишите букву А. Ну а мы с Томом не теряем времени даром и отправляемся еще раз в полет. Ведь у нас есть всего лишь 17 дней для того, чтобы успеть разблокировать новые зимние призы. Ведь по-другому их не купишь и никак не достанешь. Так, еще немного пропитания. Пять золотых монеток. Клево и 25 звездочек. Вау, вот так сюрприз, новые рождественские пудинги. Все, немедленно идем пробовать такую вкуснятину. Хотя наш Томик и сыт, но зато Бип, я думаю, не откажется продегустировать новый продукт. А заодно мы посмотрим, как изменится его окраска. Так, ну где же этот новогодний пудинг? Вот он. Итак, кому же достанется эта вкуснятина? Бип хоть и робот, но сладенькая любит. О, мне кажется, что предыдущая окраска была лучше. Ну а наш Томик спешит еще за новыми подарками. А вы, друзья, пишите, какие призы попались вашему Томику. Так, ну а мне не терпится взглянуть на снежные карты. Как всегда, немного пропитания для Тома и его питомцев. Еще 15 золотых и 30 звездочек. И сейчас, внимание, новая раскраска снеговик. Ну хоть не слепим, так разукрасим. Кстати, у нашего Тома есть еще одна зимняя раскраска. Это новогодняя елочка. Ну что, Том, пойдем разукрасим снеговичка. И теперь у нашего Томика вместо шугара будет новая зимняя картинка со снеговиком. Каким же цветом нам сделать этого снеговичка? Я думаю, синеньким. И мордочку тоже. Шарфик, я думаю, сделаем красненьким. А вот шапочку нарисуем зеленым. И пуговки тоже. А вот бубончик на шапочке разрисуем сиреневым. Ну а оборочку разукрасим в горошек. Теперь нужно подумать, каким цветом нарисовать сугробы. Я думаю, нежно-голубой подойдет отлично. Ну а чтобы все не сливалось в один цвет, немножко поэкспериментируем. Получилось необычно. Но зато ярко и интересно. А вот теперь нашего Чумазика срочно нужно покупать. Посмотрите, какие у него грязные пятна. От такой грязи скоро мухи заведутся. А может и того хуже, блохи. Так что, Том, залазь в ванную, будем тебя мыть с мылом. А вот мне еще стало очень интересно. Какая же у Тома будет новогодняя ванная? Надеюсь, долго ждать не придется. И в ближайшие дни мы Тому сделаем новый ремонт с зимним интерьером. Ну все, теперь наш питомец чистенький и пушистенький. Только вот что-то у него опять пропало настроение. А пойдем на задний дворик. Там все-таки снег. И может станет веселее. А еще лучше нашего Томика лучше приласкать. Посмотрите, как он муркает. Без внимания и ласки ему жить никак нельзя. Ну все, теперь когда настроение улучшилось, можно полетать. Посмотрим, что нашему Томику попадется на этот раз. Открываем заветную коробочку и рассматриваем карты. Продукты это всегда хорошо. Пять монеток тоже не помешают. А двадцать звездочек тем более. Вот это да, у нашего Тома открыт зимний мир. Посмотрите, у нашего Тома еще будет новогодняя елка и санки. Вау, как же красиво. Я надеюсь, что у питомцев Томика тоже будет зимний домик. Ну а вместо кекса будут санки. Так, Том, полетели еще за подарками. Как же не терпится побыстрее получить все призы. Я чувствую, что сегодня Тома в день. Ему сегодня невероятно везет. И супер, я заметила особую карту. Значит, Том выиграет классный приз. Посмотрим. Клево, новый красный коврик со снежинкой. Интересно, в какую комнату он предназначен. Сейчас посмотрим. Ага, понятно, этот коврик на террасу. Вот побыстрее бы сделать еще на террасе зимнюю сказку. А чтобы это ускорить, нам снова нужно отправиться в полет. Сегодня, ребята, наш Томик столько много летает, что может сдавать экзамены на пилота. И получать летные права на вождение воздушного транспорта. Сейчас давайте скорее откроем эту коробочку. И снова я вижу эксклюзивную карту. Это просто невероятно. У меня нет слов. Это рождественская приставка. Супер подарок. Ведь о таком подарке наш Том даже мечтать не мог. А тут такой приятный сюрприз. Вот что значит в преддверии Нового Года случаются чудеса. Теперь мы с Томом сможем играть на новой приставке. Эу, Том, ты чего? Похоже, что у нашего Томика уже нет сил. И поиграем мы с ним уже в следующий раз. Ведь нашему котику нужно поспать. Так что пойдем в спальню под теплое одеялко. Ну а завтра мы обязательно продолжим выигрывать призы. Так что кто ждет следующей серии, обязательно ставим лайки и в комментариях пишем слово еще. А вот наш Томик бедняк от усталости уже падает с ног. Так что его немедленно нужно уложить в кроватку. Обязательно ему пожелаем сладких сновидений и спокойной ночи. А на этом я с вами буду прощаться. Всем пока и до новых встреч.